Всем привет! Сегодняшнее видео будет про аквариум. И угадайте почему. Смотрите, какая у нас прозрачная, кристальная, чистая вода. Это, видимо, потому что мы очень любим свой аквариум. А у кого так было? Кто в курсе, что будет дальше? Кто в курсе, что будет дальше, тот такой же раздолбай, как я. Потому что вода замутнела не сразу. Вода так мутнела несколько дней. Была сначала чуть-чуть замутнена, потом больше, больше, больше. Но времени у нас так и не появилось ей заняться. Поэтому дошло уже вот до такого состояния. А что будет дальше? Мой личный опыт показывает, что дальше будет зеленое и совсем не прозрачное. И вывести эту дрянь будет очень-очень-очень сложно. А потом начнем и вонять, как из болота. Посему что можно сделать? Варианты есть разные. Говорят, можно каких-то жидкостей из бутылочек. Без бутылочек налить и все пройдет. Я лил несколько раз в прошлый раз. У меня ничего не прошло. Поэтому я не буду говорить, какие жидкости, чтобы не мешать людям работать. Может, у меня руки с того места растут. Пофиг, что золотые. Но скажу, что у меня это не сработало. У меня сработал только полный перезапуск аквариума, полное отмытие грунта и так далее. Грунт, вот, как и видно, да, что чернеет. Значит, что еще? Хочу попробовать сделать уф-стерилизатор. То есть, с помощью бактерицидной лампы стерилизовать воду в аквариум. Почитал на форумах. Все говорят, что это очень сложно, что так не получится, что это можно сделать только очень дорого, иначе это не будет работать. Ну, короче, сейчас попробуем сделать мы. Как это? Дешево и без затей, да? Почему так будем делать? Да потому, что меня когда-то учили, что сложно сделать может любой. А вот, чтобы сделать просто, нужно чуть-чуть подумать. Вот, с тех времен я пытаюсь сделать просто. Погнали! Ну что ж, а это, собственно говоря, компоненты, или, если хотите, ингредиенты, для изготовления нашего ультрафиолетового стерилизатора. В чем смысл самой задумки? В чем смысл самоделки? Это лампа, бактерицидная, ультрафиолетовая. Спектр излучения порядка 250 нанометров. Прикол в том, что в данном излучении большинство органики погибает. То есть, оно не умирает совсем, насколько я помню, хотя я и не биолог, и не ботаник. Но оно теряет способность к размножению. То есть, наши водоросли, которые живут в аквариуме, они не смогут размножаться и заселять с собой все. То есть, они могут погибнуть своей собственной смертью, как я понимаю, как я это понял, да, поверхностно. Но они не смогут размножаться, то есть, и вода наша не будет мутнеть и заведнеть с каждым днем все больше и больше. Но смысл в чем? Чем больше расстояние от трубки до излучаемого объекта, тем меньше воздействие этого самого спектра ультрафиолетового, этого самого излучения. То есть, нам бы нужно максимально приблизить весь поток воды. Это первый прикол. Второй прикол, если смотреть на эту лампу несколько секунд, можно ослепнуть. Именно поэтому при включении бактерицидных ламп в тех же поликлиниках и так далее, они, кстати, такие же там висят примерно. Ну, спектр излучения тот же, сама лампа там может быть подлиннее, но не суть важна. Почему при включении этих ламп народ-то весь выгоняет? Чтобы не навредить организму, которому навредить не нужно. Соответственно, нам нужно эту лампу закрыть в какую-то кожу, чтобы ни прямое излучение, ни блики, ни косвенные, ни в коем случае не воздействовали ни на какие живые организмы, кроме тех, которые мы хотим убить. Значит, не должны смотреть дети, не должны смотреть взрослые, жены, кошечки, собачки, тещи и прочая нечисть, которая живет в доме. Соответственно, мы, значит, эту лампу закрываем в кожу. Что у нас есть для этого из самого простого? Труба полипропиленовая. Я ее уже использовал, собственно говоря, в такой же конструкции. Сейчас объясню, почему. Переделываю, но тем не менее. Значит, труба полипропиленовая. Переходы. Стоимостью там... Труба стоит, по-моему, 40 рублей. Переходик стоит, по-моему, что-то около 20 рублей. Чем хороши переходы? С этой стороны он идеально встает в трубу, а вот с другой стороны он идеально насаживается на лампу. То есть мы имеем герметизацию, достаточно неплохую, как показывает практика, и мы имеем возможность перейти на трубку. Для тех, кто хочет, или кому герметизация кажется недостаточно, здесь можно промазать силикончиком только на сухую. Так, что еще у нас? А, ну я вставил неправильно, соответственно, я балбес, но мне можно. Я же балбес. Это вставляется не сюда. Итак, собирается это вот так вот. Почему так? Здесь у нас прямая лампочка, но нам же нужно как-то подвести воду. То есть мы собираем сейчас из сантехнических прибуд вот такую штуку. Единственное, что она у меня собрана длиннее, сейчас мы ее немножко укоротим. Здесь заглушечка, здесь заглушечка. Вставляем лампу так, чтобы она чуть-чуть торчала с каждой стороны, собственно говоря, чтобы на контакты можно было что-то повесить. Здесь подводим воду, здесь воду отводим. Все сложности. Не знаю, что здесь сложного, не знаю, что здесь дорогого. Сейчас попробуем сделать и запустить. Ну и посмотрим на результаты. Теперь давайте я еще расскажу о том, что бывает несколько типов ультрафиолетовых ламп. Вот одно я вам показал. Прозрачная бактерицидная лампа. Ультрафиолетовая. А вот еще ультрафиолетовая лампа. Синяя такая. Да, синеньким светится. Я думаю, все такие видели. И вот казалось бы, одна ультрафиолетовая, другая ультрафиолетовая. Только вот эта вот бактерицидная. В спектре работает 251 нанометр. А вот эта вот синяя, дай бог памяти, 380. И они совершенно по-разному воздействуют на всякую биологию. Я сделал сначала вот на этой, скажу вам честно. И понять сначала не мог, почему же оно, блин, не работает. А если и работает, то нифига не эффективно. Спасибо ребятам на форуме, которые подсказали, что я балбес. Поэтому, в общем-то, господа, читайте пруфы и даташиты. Полезно. Не только YouTube смотрим. В YouTube всякую фигню советуют. Я тому пример. Всякой ерунды могу насоветовать. Итак, посему. Сейчас мы, кстати говоря, сравним разницу. Вот эта вся ерунда сделана вот под эту лампу. И оно уже с этой лампой работало. Не сказать, что эффективно, но касаемо электробезопасности. Мы все умрем и так далее. Вот эта вся ерунда, которую на форумах мне периодически говорят. Я не умер. И вам не советую. Разница в длине ламп у нас вот такая. Соответственно. И открячить нам надо столичка. Нормально бы человек сделал бы это болгаркой. Ну, кстати, я бы тоже сделал это болгаркой. Но сейчас полтретьего ночи. А я в городской квартире. Поэтому резать мы будем вот таким вот кухонным ножом. Пока жена с тещей не видит. Правильно было бы сделать следующим образом. Вот так вот эту трубочку обмотать. Точнее, вот так вот эту трубочку обмотать. И листик бумажки нам бы показал, как это дело отпилить ровно. То есть, сделать некую насечку, чтобы у нас потом вот так вот не было, как на палке колбасы. Опа. Труд, конечно, невысокоинтеллектуальный. Ну, достаточно эффективный. Для двух часов ночи отсутствия инструмента под руками. Да и потом, как выясняется, болгарки есть не у всех. Так, сделаем подарок любимой тёще. Опа. У нас на столе чистенько. Они же любят чистоту. Ну, что же. Погнали. Вот так. Вот такие вот дела. Вот так вот мы сделали лампочку. Это чудо убираем. Далее, что нам нужно? Нам нужно как-то подвести воду. Использовал я подобные штуки. Фитинги для пайтики пластиковых труб ПМДшки. Стоит 5, 8, 10 рублей. На строительных магазинах не буду говорить каких. Соответственно, здесь переход с такого отверстия на уголок. Неважно какой. Главное, чтобы вот эта штука у вас вставлялась в вашу трубу. У меня, в частности, сороковка. То есть, у меня, значит, переход с 40 на 25, наверное, на 32. Соответственно, пластиковый переход с того, что вы найдете в магазине, такой вот резинки. Это должно вставляться сюда. Это должно вставляться сюда. Здесь, соответственно, уголок, что-то еще. Сейчас будем смотреть в аквариуме, как вам было удобно. Мне было удобно так, поэтому я сделал так. Дальше. У меня здесь понавязано всякой ерунды. То есть, по уму нужно взять пластиковый фитинг, вставить его внутрь нашей резинки. Дальше припаяться к нему, а может и не припаяться к нему, таким же фитингом с выходом на металлическую, как это, ну, металлический переходик, да, вот такой с резьбой. На него накрутиться уже, собственно говоря, переходиком на шланчик. Вот таким вот. Они там есть в продаже, да. И все, и накрутили. Соответственно, вот у нас получится вход. Я это все сделал из мусора, из того, что валялось у меня под руками. Во-первых, у меня это было. Во-вторых, мне было лень идти в магазин. В-третьих, я люблю делать всякой ерунды. То есть, ну, в частности, вот это вот, вот этот вот элементик, да, это кусок какой-то фурнитуры от горшка, от сливного бачка. То есть, он туда заколочен через силиконовую, по-моему, трубку, через прокладку силиконовой трубки. Ну, вот, пожалуйста, он тут торчит, весь такой красивый, как будто так и должно быть. Эта дрянь, эта дрянь есть не у всех. Ну, покупать ее глупость, да, поэтому можно купить за 50-100 рублей фитинг сюда. Соответственно, как бы не придется вот это все выдумывать тоже, от чего там эта резиночка. Трубочка обычная силикон, потому что ее удобно натягивать. Соответственно, выход делается таким же способом, точно таким же способом. У меня, опять-таки, не было под руками ничего. В магазин было и телень, поэтому взял кусок сливного бачка, вот здесь торчал. Просто недавно менял фурнитуру на горшках. Она начала подтекать, свистеть и так далее. Я ее снял, а выкинуть вот не донес до помойки. Проходил мимо этой недоделанной самоделки и отрезал сюда. Хорошо, это плохо, не знаю. Если видно, то плохо. Если эту штуку видно не будет, то вполне себе пойдет. Дальше, чем-то нужно закачивать воду. У меня есть насосик. Это насос, моторчик стеклоомывателя от какого-то автомобиля, стоит 150 рублей. В магазине у меня валялся. У кого его нет, у меня лежат, например, в ящике стола маленькие помпочки от старых насосов, ой, от старых термоподов. Чайники такие большие. Они иногда ломаются. Вот я их выкидываю не целиком, а только корпусать. А вот, например, помпочки я иногда из них достаю. Вот у меня несколько штук. Они 12-вольтовые, моторчики постоянного тока, то есть можно закинуть через шим-регулятор. Но можно этим не заниматься, а просто подключить глоху питания от компьютера, как мы сейчас и сделаем. Дальше, вода, поступающая в насосик, ну, ее желательно фильтровать. Вот эта штука лежала в магазине Leroy Merlin. По-моему, это для химанкера какая-то гильза, стоит тоже недорого. Они были куплены, не помню для чего у меня, вот валялась одна на остатке. Она работает шикарно, просто как фильтр, ребят. Я ее использую и в станочном оборудовании, где у меня вот такие насосики. Я периодически их ставлю как насосы СОШа. Ну, кто знает. Соответственно, чтобы насос не умирал очень быстро, я на них свешиваю такие же фильтра. Ребята, работает обалденно. На удивление. Даже вот, ну, можно еще сверху челок натянуть, бабские колготки. Но тогда коэффициент фильтрации будет выше, а скорость потока значительно может упасть, как мне кажется. Но вот этого мне пока везде хватало. Поэтому, пожалуйста, используем. Вот эту городушку можно было бы по большому счету и не городить. На самом-то деле вот эту тоненькую. Это просто я хотел сделать выход на трубочку, завести вниз, создать там подводное течение, еще что-то. Но по большому счету здесь просто можно сделать выход и на этом остановиться, сделать некий водопадик. Теперь нюансы. Как я считаю правильным эту штуку запускать? То есть, если мы сделаем ее вот таким вот образом, сосками вниз, или хотя бы одним соском вниз, я считаю, что это будет неправильно. Потому что, как только мы выключим, ну, во-первых, вода будет протекать только по нижней части, а не будет оболакивать всю трубку. И, соответственно, у нас будет трубка не полностью в воде. То есть, если она нагревается, а она, скорее всего, нагревается, то будет разница температур. Стекло, конечно, здесь кварцевое, на самом деле это не так страшно, да, для кварцевого стекла. Но это и не есть хорошо. Вот здесь вот, видите, вот так вот будет видно излучение. Этого нельзя допускать. Надо сделать так, чтобы трубка, концы трубки были спрятаны. Это важно. Если окажется не герметично, залейте герметиком. Не поможет, не используйте вообще нахрен эту самоделку, только не испортите зрение себе и другим. Так вот, я отвлекся. Я считаю, что нужно вот эту конструкцию держать входом и выходом наверх. В таком случае у нас будет полностью все залито жидкостью, будет равномерное остужение трубки и будет равномерное во все стороны излучение от лампы. Поэтому, когда будем позиционировать сейчас, да, ее в аквариуме, будем стараться сделать так, чтобы вот эта часть была полностью в воде. То есть, не обязательно совсем вверх, можно и вот так вот, но чтобы уровень выхода был выше верха трубки. Я считаю, что это важно. Ну что ж, погнали, попробуем приколхозить к аквариуму. Что забыл еще? Нам же нужно как-то эту лампу запитать. У меня есть от каких-то конструкций, скорее всего, от таких же ламп, вот такая штука. То есть, это на балдажнике, на лампу. Питаются они от дросселя. Дроссель, вот обычная лампочка там, да, они у меня уже были подпитаны, поэтому сейчас я не разбираю, запущусь прямо от этой лампы. Давайте сначала попробуем запустить сам насос. Насос зашевелился. Система наполнилась. Тут у нас протекает, это мы сейчас поправим, может быть. А вот лампы у нас не протекают, что важно. Можно попробовать запитать лампу. Ну что, будет у нас контент и эпик фейл, или будет все штатно. Ах, блядь. БПшник ушел в защиту. Нехрен под напругой все делать. Так, у нас загорелась задняя подсветка, то есть дроссель у нас сработал. А вот БПшник у нас ушел в лютую защиту, блядь. Ну что же, собрал, накрыл своим импровизированным светильником, телевизором. Выглядит теперь все дело вот так. К моему великому сожалению, спалил я свой БПшник, судя по всему. Ну, по крайней мере, не хочет, но включаться. Говорит, иди ты нафиг. Не подключай на горячую, отключай меня от сети, потом балуйся с контактами. Что вполне логично. Пока все не ровно, пока все не очень красиво. Тестовый запуск. Чуть позже подровняю, сделаю все аккуратно. Аккуратнее, чтобы лежало. Раскреплю наш уфастерилизатор, заднюю лампу выключу. Задняя лампа, в данном случае, нам сигнализирует о том, сейчас, в данную секунду, о том, что дроссель запустился, и горит не только вот эта лампа, собственно говоря, но и лампочка, которая наша ультрафиолетовая, бактерицидная в уфастерилизаторе нашем. То есть, о том, что она работает. Фомпочку мы тоже от фильтра успели запустить, понять, что она качает. Так что, запускаемся. Сейчас поменяю облачок питания, запущу. Подскажите, сколько минимальное время облучения? Сколько максимальное время облучения подобной штукой? Есть вообще такие параметры? Или все эмпирически, пока все зелень не сдохнет? Как правильно? Ну что ж, с блоком питания я разобрался. Оказалось, все просто. Подгорел проводочек, который здесь был. В общем, мелочи все это дело. Сейчас что? Насос подпитываем к блоку питания. Пытаемся запуститься. Так, тут подпитались. Пошла жара. Пустили воду. Включил лампочку, которая ультрафиолетовая бактерицидка. Эту конструкцию собрал, просто положив ее на стеклянную полочку. Тут подложил металлопластику вот эту белую трубу, чтобы она не опрокидывалась вниз. И приклеил двухсторонним скотчем. Пока так. Поработает чуть-чуть, докажет свою эффективность. Дальше будем думать прятать ее в корпус. Или просто уберем отсюда нафиг. И будем ставить только тогда, когда она необходима. Этот пиптик, в принципе, не сильно здесь и нужен. Как показывает практика. То есть, вода-то может вытекать и отсюда, может вытекать и из пластиковой штучки. Можно и переходной штуцер сделать. Но есть пиптика, слава богу, уже. То есть, можно тут регулировать выше, в воду опустить. Или вот так вот сделать. Мне нравится, когда вода течет струйкой. То есть, мы получаем и конвекцию в аквариуме воды. Получаем все-таки какие-то тут воздух. У нас поступает какой-то кислород. Мне кажется, это хорошо. Сам заборник выглядит пока вот так страшно. Ничего не откультуривал. Ничего не пытался сделать красиво. Будем посмотреть вообще, как он работает и работает ли. Даст бог, все будет хорошо. Тогда будем уже украшательствами заниматься. Сейчас пока не до них. Хотя эта система, я думаю, здесь проживет недолго. Я надеюсь, что она за сутки, двое-трое очистит воду. И на этом я ее сниму. И до следующего раза отложу куда-нибудь в коробочку. Но это пока мои мысли. Пока такие. Как будет точно, пока не знаю. Жизнь покажет. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok